Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Марин, ты вроде Николаевой была раньше? – спросил ее коллега по работе. Невысокая девушка с короткими темными волосами обернулась и посмотрела на тучную женщину с белым платком на голове – Аллу. Вот уже несколько лет они работали вместе на колбасном заводе. Работа была тяжелая. По 12 часов на ногах. Они подменяли друг друга. Нужно было следить за изготовлением, работать со специями, тягать готовые продукты, перевозить, клеить марки, печатать даты. Работы было много. Марина ушла на специи. Там было легче физически. У женщины в сорок уже была больная спина и поднимать тяжести она не могла физически. Хотя работа на специях не лучше. Респиратор не помогал. Глаза постоянно болели и слезились. – Была. Я вернула себе девичью фамилию – Филимонова. А что? – спросила она. – Да ничего. Прочитала в газете вчера, что какой-то бизнесмен помер. Федор Николаев вроде бы. Подумала, может, родственник. Алла продолжила свое дело, а Марина остановилась и посмотрела на коллегу. Как помер. Она отпросилась покурить. Когда Марина только устраивалась на завод, она не курила. Но быстро поняла, что курение дает право на дополнительные перерывы. Поначалу просто врала, что ей нужно курить, как и остальным. А девочки в курилке всегда угощали сигареткой. Так, одну за другой, Марина пристрастилась. Сегодня уже и не мыслила себя без курева. Она села на холодную скамейку. На дворе октябрь. Было ветрено, прохладно. Лил дождь и грохотал гром. Благо, курилка находилась под навесом. Марина вытащила свой потрепанный смартфон и дрожащими руками вбила фамилию Николаев. Интернет быстро выдал последние новости по ее местоположению – загадочная смерть Николаева Федора. «Вот черт!» – воскликнула она. Статей было много. И все они имели одно и то же содержание. Федор умер. Похороны состоятся 14 октября. Всех желающих проститься с бизнесменом, приглашали на кладбище в 13.00. Газеты напоминали как одна, что Федор был инициатором движения «За чистый город». Сам сопровождал субботники с подростками, школьниками, рвался во власть. Однако, в политику так и не попал, оставшись для всех простым бизнесменом, который хотел для всех сделать город чище. Мало кто знал о его махинациях, о кровавых деньгах, о том, как именно он вел дела. Если он хотел чего-то, то никто не мог этому помешать. Однажды на первое место в городе вышел другой бизнесмен. Он действовал открыто, и его успех был случайным. Так Федор, чтобы присвоить его лавры, объединил свой бизнес с его. Тот бизнесмен и не собирался проходить через процедуру слияния. Однако Федор стал угрожать его семье и детям. И тот продал все, что у него было, за копейки, а затем просто уехал. Связываться с ним было опасно. Но еще более опасным человеком всегда считался отец Федора, Григорий Николаев. Он давно умер, но, когда был жив, даже от коротких встреч с ним, Марина чувствовала мороз по коже. Он всегда был против их брака. — Значит, все-таки это он? — раздался голос позади. От неожиданности Марина выронила телефон из рук. Он упал и ударился о грязный кафельный пол. — Ой, ну ты чего? — снова послышалась позади. Алла шустренько подала Марине смартфон. Благо, тот привык к падениям и не разбился. — Да, это мой бывший муж, — сказала Марина. Она отряхнула аппарат и закрыла вкладку, которая пестрила новостями о смерти бывшего супруга. Сколько же воды утекло с тех пор. Марина вспомнила, как встретила Федю впервые. Тогда он был студентом. Она тоже только что приехала в этот город из поселка и поступила учиться. Родители остались. Она была четвертой из сестер, самой младшей. Все в их семье учились на отлично, и только Марина была, так сказать, паршивой овцой. Ее старшие сестры все походили на мать. Высокие, крупные и были боевые, отлично знали математику, разбирались в химии. Учителя уже стали поговорить о славной династии, пока не появилась она, Марина. Она была любителем истории, литературы и математику не тянула уже с пятого класса. Внешне она тоже кардинально отличалась от трех своих сестер. Была низенькой, темненькой, худенькой. Она была красивее. Больше была похожа на отца, за что ее недолюбливали в семье. Папа умер рано, упал с трактора и повредил спину. Врачи сказали, что все заживет, прописали мази, но через два года выяснилось, что на месте травмы появилась опухоль. По результатам обследования она оказалась злокачественной. Ему так ничего и не сказали. Жена запретила говорить. Он лег на операционный стол, думая, что ему просто удалят грыжу и не отошел от наркоза. Врачи тогда сказали, что это к лучшему, что, умирая от опухоли, он бы страшно мучился. Жена и девочки восприняли случившееся спокойно. И только маленькая Маришка рыдала навзрыд, провожая папу в последний путь. Ей было всего шестнадцать. Вскоре она уехала из деревни, где все напоминало ей о единственном в мире человеке, который любил и понимал ее. Она ждала перемен. Была полна энтузиазма. Тогда она еще не знала, какими бывают люди. Сидя в курилке, она вспоминала лицо Федора. Алла сидела рядом, дымила крепкие сигареты. — Ты пойдешь на похороны? — спросила она. — Не звали. Марине было неприятно, что она узнала обо всем из газет. Все же речь шла о ее бывшем супруге. Когда-то они были близки. Ее сын мог хотя бы позвонить ей. — Никто не зовет на похороны. А ты имеешь право быть там, в первых рядах. Ты знала этого человека. И никто тебя не прогонит, уж поверь. Там будет пресса, скандал никому не нужен. Так что иди смело. Может, и сын теперь к тебе иначе относиться станет. Марина посмотрела на коллегу с надеждой. От запаха ее сигарет Марина утошнила. Ей действительно важно было проститься. Он ведь так и не узнал, что она давно не держала на него зла. Наверное, стоило сказать ему это и попрощаться. Стоило упомянуть его вместе со всеми и посмотреть, как к ней отнесется ее сын. В последний раз он лишь презрительно посмотрел на нее и прошел мимо. Он так многого не знал и не понимал. А она просто не решалась рассказать. Она могла бы, но не стала, потому что хотела для него лишь добра. Все началось еще тогда, 20 лет назад, когда Марина Филимонова переехала в город за 32 километра от своего родного дома. Все в ее семье были врачами, отлично знали химию. И мать, и сестры получили высшее образование. Их ценили и уважали. Только Марина решила поступать на учительницу. Она сдала экзамены с первого раза, но ее успехи не ценились. Это всего лишь литература. Филологом, быть может, каждый. Так говорили о ее семье. Марина вырвалась из дома и в тот же день отрезала длинную косу, которую мать запрещала резать всю ее жизнь. И сама она, и три сестры носили длинные волосы в толстой косе. Никому и в голову не приходило их отрезать. Они все считали это чем-то вроде святыни. Марина же избавилась от нее сразу и не пожалела. С тех пор она носила каре. На студенческом вечере она познакомилась с Алексеем. Он стал ее первой любовью. Алексей заканчивал учебу. Был на последнем курсе юридического факультета. Мечтал работать в правоохранительных органах. Он как раз поссорился со своей девушкой тогда. А Марина появилась совершенно неожиданно. Он позвал ее танцевать просто так, от скуки и обиды. Но когда песня доиграла, он был уже без памяти в нее влюблен. Бывшая забылась моментально, будто ее и не было. Марина хорошо помнила его белый свитер, который она так любила. Он пах им и немного отдавал запахам сигарет. Леша курил. Вместе они провели много незабываемых часов. Они практически не расставались. Алексей стал для Марины целым миром. — Отстань от моего парня, — заявила однажды его бывшая. Она опомнилась и решила отбить его у Марины, вернуть себе. Только не тут-то было. — Я чужих парней не ворую, у меня и свой, — ответил ей Марина. Лена была на голову выше. Стройная, красивая блондинка. Марина понимала, что проигрывает ей по всем показателям. Лена училась с Алексеем на одном курсе. Они встречались все четыре года обучения, пока она не вильнула хвостом и не разорвала отношения. Лена ждала, что Леша прибежит к ней, как всегда, и начнет просить прощения. Но в этот раз все вышло иначе. — А если я тебе все волосы выдеру? — угрожающе произнесла Лена. В этот момент за спиной Марины появился Алексей. — Я все равно буду любить ее. Не в волосах дело. А ты, как студентка юридического, должна понимать, что тебе за это светит статья, — произнес Алексей. Он взял Марину за руку, а Лена демонстративно вышла из аудитории. Больше она не подходила. Через год Алексей устроился стажером в местную полицию. Тогда она еще называлась милицией. У него были все данные, чтобы стать там большим начальником. Леша до поступления на юридический отслужил, получил звание. Ему пророчили большое будущее. Они встречались уже больше года, когда появился Федор. Он влюбился в Марину как сумасшедший, но видел, что она занята, поэтому просто был ее другом. — Ты самая красивая. — Твой Леша тебя не достоин, — говорил Федор. Марина расцвела. Она стала уверенной в себе. Училась на отлично, не пропускала ни одной вечеринки. В ее жизни все шло как надо. У нее был любимый человек. Алексей, правда, уделял ей все меньше внимания и уже не ходил на студенческие вечера. С какого-то момента Марина все чаще стала чувствовать себя одинокой. Они строили планы, хотели пожениться, но он даже не предлагал ей жить вместе. Для Алексея на первом месте была карьера. — Зачем он тебе? Выбери меня, — говорил ей Федор. Марина никогда не понимала, серьезно он или же шутит. Федор был частым гостем на студенческих вечеринках, хоть и не учился у них. Выпивал с друзьями, был с заводилой и весельчаком. Его все хорошо знали. Каждый вечер у него была новая девушка. Однажды его выбор пал на Марину, но она отказала ему, поскольку была не свободна. Федора это задело. Он решил отвоевать ее и, сам того не замечая, влюбился. — Ты обязательно найдешь себе девушку по душе, а я уже занята, — отвечала Марина. Алексей все реже приезжал, звал гулять, а Федор этим откровенно пользовался. Каждый раз старался настроить Марину против ее возлюбленного. — Ты же видишь, что ему не нужна. Была бы нужна, он бы был тут с тобой. Они танцевали медленный танец в центре зала. Марине завидовали тогда все девчонки. Федор был лакомым кусочком, завидным женихом. — Просто он серьезный, зарабатывает на то, чтобы снять жилье, чтобы мы жили вместе, — врала Марина. Она и сама думала, что Алексей потерял к ней всякий интерес. Иначе он действительно был бы рядом с ней. Он бы звонил, спрашивал, как о ее успехе. А он только и говорил, что о своей работе, о том, как она важна и как его хвалят, какие надежды он подает. Он мечтал подняться выше, стать большим начальником и работать в столице. Марина танцевала с другом и грустила. А Федор все это видел, понимал и просто выжидал. Спустя несколько месяцев Алексей сообщил Марине новость, которая разбила все ее мечты. Пусть они редко встречались, она все понимала и никогда не ссорилась с ним из-за этого. Ведь быть студентом — это одно, а быть работающим человеком — совсем другое. — Ты не поверишь, меня позвали в Москву. Там освободилось место, на которое мечтают попасть сотни таких, как я. Это серьезная секретная организация, по типу КГБ. Я буду стажироваться у лучших, — заявил он. Марина смотрела на него взглядом полным радости. — Ты хочешь, чтобы мы поехали в Москву? — Алексей вдруг осознал, что его отъезд будет означать для их отношений. Он долго молчал, глядя на Марину. — Я не смогу тебя взять с собой. Тебе придется ждать меня здесь. Марина обняла его, прижала щекой к любимому белому свитеру. — Хорошо. А сколько ждать? Ты будешь приезжать на выходные? — спросила она. — Не знаю. Наверное. Алексей уехал. Он приезжал один раз в месяц. Отношения сошли на нет. Однажды приехал совершенно неожиданно. Марина выбежала к нему из общежития поздно вечером и крепко обняла. — Как же я скучала! — воскликнула она. — Марин, так нельзя. — Как нельзя? — не поняла она. — Я там. Ты здесь. Я приехал, чтобы поставить точку. Я должен тебя отпустить. Девушка вздохнула. — У всех бывают трудности в отношениях, и мы через них пройдем. Я готова тебя ждать! — пообещала она. — Но я не готов. Я не готов принять такую жертву. Прости. Она поняла, что Алексей приехал, чтобы расстаться с ней. — У тебя кто-то появился там? — спросила она прямо. Он покачал головой. — Нет, никого. Просто ты меня тянешь назад. Прости. Я должен двигаться дальше, и должен быть сейчас свободен. Я не смогу уделять тебе столько внимания, сколько ты заслуживаешь. Марине стало обидно. Она ждала его столько времени. Была верна, не позволяла себе развлекаться или даже гулять с подружками. Она чувствовала себя женой, его женой. Она так его любила. — Ты свободен. Я тебя не стану удерживать. Прощай. — сказала она и убежала. А он ушел и больше не приходил. Марина была в отчаянии. Она позвонила Федору. Тот приехал к ней сразу, и всю ночь они проговорили. Марина плакала. Для нее мир рухнул. Она готова была ждать его столько, сколько потребуется, никогда не упрекала, не требовала внимания. Она все понимала. Только вот он решил иначе. Что ж… Федор был счастлив. Он стал к Марине еще ближе. Все время приезжал, к ней звонил. Подарил ей телефон, чтобы она могла быть с ним на связи постоянно. Ее телефон был стареньким, постоянно выключался. Марина все реже звонила домой и все чаще общалась с Федей. Он привел ее к себе домой и познакомил с родителями. Он не назвал ее другом. Он сказал, что она его девушка. — Знакомьтесь, это моя Марина, — сказал Федор. Ей это жутко льстило. Она могла позвонить ему среди ночи, и он подрывался и приезжал. Федор уже тогда работал в компании отца. Его учеба была простой формальностью, чтобы люди не говорили потом, что сын самого крупного бизнесмена в городе — золотая молодежь. По сути, так и было, конечно. Учился он плохо. Отцу приходилось платить за то, чтобы Федор получал отличные оценки. Пожалуй, именно это Марину в нем и отталкивало. Федор был сыном богатенького папаши, ему все было позволено. Он не боялся гонять на машине пьяным, зная, что никто не заберет у него права. Федор не был интеллигентным, не был начитанным, целеустремленным. Он знал, что у него в жизни есть все. И ему ничего не нужно для этого делать. Алексей же, напротив, был слишком увлечен своей работой, слишком жаждал добиться всего самостоятельно, настолько, что бросил ее. Федор же был полной противоположностью. И в какой-то момент Марина сдалась. Ей было только двадцать. Она до ужаса хотела внимания, хотела быть любимой, чувствовать заботу. Она поддалась соблазну и стала встречаться с Федором. «Ты моя любовь, моя жизнь. Я за тебя умру», — говорил он, снимая с нее платье. Она вспоминала, как они с Алексеем впервые переспали. И по коже пробегал холодок. Они были первыми друг у друга. Леша был таким нежным, робким. С Федором же все было иначе. У него, девчонок, было столько, что страшно и представить. Но ни одной из них Федя не уделял столько внимания. Марине льстило, что все девчонки за ним бегали. А он приезжал к ней, катал ее одну по городу и пылко признавался в любви. Ей завидовали все. А ведь она не была красавицей. Не была лучше других никогда и ни в чем. Но Федор заставлял ее почувствовать себя особенной. И это подкупало. Спустя месяц отношений Марина поняла, что ждет ребенка. УЗИ тогда еще не было в их городке. Она поехала в соседней. И врач сказал, что Марина беременна уже больше месяца. Но последняя близость с Алексеем у нее была шесть недель назад. А с Федором она была всего четыре недели. Ошибка могла быть и в ту, и в другую сторону. Она склонялась к тому, что ребенок все же от Алексея. Но к чему все это, если ему она не была нужна? Она не нужна ему одна, а с ребенком и подавно. Зачем становиться обузой, когда тебя готовы всю жизнь носить на руках? Она поехала домой, к маме. С ней у нее были не очень близкие отношения, но она не знала, к кому еще пойти. Марина приехала, поставила сумку на пол, вошла в свою бывшую спальню. Теперь там жила ее старшая сестра, Ольга. Она развелась с мужем и ушла от него к матери. Мама работала заведующей поликлиникой, а Оля была медсестрой в той же больнице. Другие две дочери тоже были из медицины. Одна стала фармацевтом в их же селе, вторая осталась в городе. Все были давно замужем, с детьми. — Мамы нет, — сказала Ольга. У нее был выходной, а мать поехала на вызов, кому-то стало плохо. — Поговори со мной, — жалобно сказала Марина. Сестра нахмурилась и тут же села за стол, внимательно глядя на младшую сестренку. Пусть она и была изгоем в семье, но родственные связи, они и есть родственные связи, на то она и семья. Марина выложила сестре все как на духу, а та ее внимательно выслушала. Оля впервые в жизни держала свою сестру за руку в знак поддержки. — Хорошо, что ты маме этого не сказала, она бы не смогла понять. А я понимаю. Так бывает, Марин. — Ты не говори Федору ничего. Ври, что с Лешей давно ничего не было. И врачам говори, что последняя близость была в тот день, когда у вас с Федором было. Они тогда подправят тебе срок. Потому что УЗИ показывает не точно, не до суток же. Не важно, от кого ребенок, важно, чтобы у него была семья. И у тебя тоже. Маме не рассказывай. Она не из тех, кто такие вещи поймет правильно. У нее был всего один мужчина, наш отец. Но времена изменились, и мужики сегодня пошли совсем другие. Дел на дел и в кусты. Эх. Они поговорили. И Марине стало легче. Когда вернулась мама, Марина улыбнулась и сказала, что у нее все хорошо, что она беременна от своего жениха Федора, и скоро у них свадьба. Оля подмигнула сестре в знак одобрения. Вернувшись в город, Марина пошла в поликлинику и попросила врача поставить правильный срок. — У меня никого не было до Федора. УЗИ показывает неправильно. Напишите, пожалуйста, что срок четыре недели, а не шесть. А то меня жених бросит из-за этого. Он очень ревнивый. Врачом оказалась женщина. Она вздохнула. — Я напишу. Но ты можешь родить раньше срока. Будешь обследоваться у меня. И в больницу лежешь пораньше. Поняла? Марина кивнула и пообещала слушаться. А врач поставил ей нужную дату в справку. Ее она и показала вечером Федору. — У нас будет малыш. Федя расплакался, как ребенок. Он обнимал Марину и говорил, как счастлив, как он хочет, чтобы у него появился наследник, сын. А Марина вспоминала Алексея и думала, обрадовался бы он или нет. Он был более приземленным. Реально смотрел на вещи. Он бы думал больше о том, какая это ответственность иметь ребенка. Думал бы о том, как правильно его воспитать, кем он вырастет. Она скучала по Леше, чувствуя, что он единственный, кого она могла полюбить. Родители Федора устроили парню скандал. А тот сказал, что уйдет из дома и оборвет все связи с ними, если они не примут его выбор. Марина присутствовала при этом разговоре. Ей хотелось убежать. Она чувствовала свою вину перед Федей. Он готов был на все ради нее, ради ребенка. А ребенок был, возможно, от другого. Вечером она позвонила Ольге. — Что, если они захотят сделать тест? Я окажусь лгуньей. Меня с позором выгонят на улицу, — говорила она. — Успокойся. Какой еще тест? Фильмов насмотрелось. Это безумно дорого, и у нас их не делают. А родители твоего Федя на все пойдут, чтобы им позволили видеть внука. Так что никто не станет делать никакой тест. Кроме того, это ведь может быть и его ребенок, так? — успокаивала ее старшая сестра. — Да, я точно не знаю. Просто мне кажется, что ребенок от Леши. Это же возможно. И на УЗИ вроде как срок чуть больше. Если они захотят сделать тест, ты можешь просто отказаться. Ты не врешь никому. Ты просто не говори о своих сомнениях. Отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Федя тебя любит. Марина решила, что скажет Федору все как есть, если тот спросит, если усомнится. Пусть сделает тест. Пусть сам решит, нужна ли ему Марина с чужим ребенком. Но он не спросил. Ему даже в голову не пришло, что она может солгать, что ребенок не от него. А она решила, что непременно родит ему еще много детей и все у них будет хорошо. Она всегда мечтала о большой семье. Вспоминая те дни, Марина размешивала специи в огромной чаше. Она насыпала их автоматически, давно привыкла это делать на глазок. Получалась всегда идеальная пропорция. За это ее и ценили на заводе. Весь день она была молчаливой, задумчивой. Алка, конечно, рассказала остальным, что у Марины умер бывший муж, чтобы те не приставали к ней с расспросами. Так целый день на нее все косо поглядывали, и никто не подходил. Пожалуй, это было именно то, чего Марине хотелось в тот момент. Весь день она прокручивала в голове события, связанные с Федором. Все же они много прожили вместе, многое пережили. И не всегда он был плохим мужем, не все его поступки были ужасными. Они сыграли скромную свадьбу. Родители Феди так и не одобрили его выбор. Им было плевать на беременность, ей даже предлагали деньги на прерывание. Федор, узнав об этом, разругался с ними и на злом маме с папой расписался с Мариной в тот же день. Заплатил работнице ЗАГСа и влез без очереди. Ни платье, ни колец, ни свидетелей, просто подписи и все. Марина была счастлива. Но дома снова был скандал. Она перенервничала и угодила в больницу на сохранение. Федор тогда собрал свои вещи и ушел из дома. Его богатые родители немного пришли в себя. Они ведь считали Марину аферисткой и не видели, что их сын действительно давно в нее влюблен. Они испугались, что потеряют его и решили сменить гнев на милость. Первой на примирение пришла мать Федора, Анастасия Филипповна. Она вошла в ее палату, цокая каблучками. Ты не сердись на нас, Мариночка. Мы, конечно, не правы. Мы тебя совсем не знаем, побоялись, что ты не любишь нашего сына, а лишь хочешь наших денег. Мы ведь богаты, ты знаешь. За последние годы состояние мужа увеличилось в два раза. Вот нам и мерещится везде подвох. Нужно быть осторожнее с такими деньгами. Марина понимала, что ей нельзя нервничать. Высказать ей все в лицо? Нет, это было бы неправильно. Марина решила, что ради ребенка и ради Федора она попытается выслушать и понять эту женщину. Пусть она этого и не заслуживала. Мне ваши деньги не нужны. А Федя сам долгое время добивался моего расположения. Это не я к вам в невестке набивалась. Она сказала это как можно мягче, но все равно получилось грубовато. Что ж, мне приятно слышать, что мой сын может чего-то добиваться. И еще более приятно, что его попытки увенчались успехом. Я пришла сказать тебе, Марина, что больше нападок в твою сторону не будет. Если ты не против, переезжай к нам. У нас огромный дом, ты же знаешь. Федя прожил в нем всю жизнь. Сейчас он переехал, но я понимаю, ему это далось нелегко. Думаю, он будет счастлив вернуться. Пусть ваши детки растут в этом доме. Она говорила искренне, что не могло не настораживать. Ведь совсем недавно она называла Марину последними словами, не стесняясь ее присутствия. Следующим в дверь ее палаты вошел отец Федора, Николаев-старший. Уже тогда у него был мертвенно-бледный цвет лица. Все знали о том, что он серьезно болен. Перенес несколько операций на сердце. «Здравствуй. Поскольку вы с моим сыном поженились, я должен знать, что ты не брачная аферистка. Я заработал состояние, и ты не можешь на него претендовать. Ты лишь можешь пользоваться теми благами, что будет позволять тебе мой сын, пока вы вместе. Подпиши, это брачный договор. Здесь сказано, что ты не претендуешь на имущество и деньги семьи, и в случае развода уйдешь из нашего дома лишь со своими вещами». Марина покачала головой. «Вот это прием. Неужели она решила породниться с этими роботами? У них вообще есть сердце? Есть чувство, помимо алчности и злобы?» Она молча взяла ручку и поставила подписи на всех листах, не глядя. Они ей не доверяют. Но она решила показать, что доверяет им. Марина искренне надеялась, что они станут семьей. Что она сумеет завоевать расположение. Федя тоже навестил ее в тот день. Марина сказала, что зла не держит, и если он того хочет, она готова переехать в их дом. Он был рад этому. И как только Марину выписали из больницы, она перешагнула порог их дома в качестве члена семьи. Отец Федора, Григорий, больше не сказал ей ни слова. Он скончался еще до рождения на свет наследника. Марина тогда была на сносях. До родов по графику врачей оставалось совсем недолго. Это она нашла его в постели с таблетками в руках. Он не успел их принять. Очередной приступ стал летальным, а рядом никого не оказалось. Это обстоятельство и послужило прикрытием для Марины. Она родила на следующий день после похорон. Врачи сказали стресс, и только ее гинеколог знала срок. 13 апреля умер ее свекор, Григорий Николаев. А 14 на свет появился сын Марины, которого тоже назвали Гришей, в память о деде. На этом настояла мать Федора. Марина безропотно согласилась. Имя было неплохое. Она понимала в глубине души, что ее сын не унаследует характер покойного деда, поскольку у него совсем другие гены. Гриша рос любознательным, спокойным. Анастасия Филипповна души не чаяла во внуке. Она нашла в нем и свои черты и черты Феди, но сказала, что мальчик больше всех похож на свою мать. В то время отношения между Мариной и свекровью стали теплее. Гриш их объединил, сделал семьей. Так в счастливом браке Марина прожила 13 лет. Чем старше становился ее сын, тем больше он походил на Алексея. Так ей казалось. О нем она больше ничего не слышала. Алексей и его родители не появлялись в их городе. Федору пришлось занять место отца в его компании. Все больше времени он проводил на работе, все меньше дома. С годами отношения разладились. Он привык к тому, что Марина все время рядом, и она быстро ему наскучила. Вечно без макияжа, в домашней одежде, тихая серая мышь. Марина видела, какой была секретарша Федора, и ревность точила ее. Но она не позволяла себе опускаться до такого. Марина занималась воспитанием сына. Он стал для нее всем миром. В переходном возрасте Гриша стал своенравным, непослушным. Марина была матерью, которая считала своим долгом уберечь сына от всех опасностей этого мира. Когда в 13 лет Гриша приходил домой пьяным, она ругала его. Не выпускала из дома, а он вылезал в окно. Совершенно другой метод воспитания был у Федора. Он пожимал плечами и не видел ничего страшного в поведении обожаемого сына. Он был у них единственным. В самом начале Марина хотела большую семью, много детей, и Федя ее поддерживал. Однако, заняв место отца в компании, он стал выпивать каждый день, немного перед сном. Много курил, в его кабинете порой пахло какими-то странными травами. Марина подозревала, что муж балуется запрещенными курительными веществами. Но он не сознавался, а она не вдавалась в подробности. Порой Федор пропадал на работе с утками, много нервничал, орал в трубку на подчиненных. У него было все, о чем только можно было мечтать в жизни. Весь мир лежал у его ног, и ничто уже не радовало по-настоящему. Каждый новый заработанный миллион уже не казался чем-то грандиозным. У Федора развилась депрессия, появилась ранняя седина. Кроме того, он заедал свои перенапряжения и набрал больше двадцати килограмм за последние годы. Когда они решили зачать снова, ничего не вышло. Федя тут же отправил Марину на обследование, которое ничего не показало. Она была здорова, за исключением нескольких хронических заболеваний, которые есть почти у каждого. Сам же Федор обследоваться не хотел, но Марина заставила. Врачи сказали, дело в стрессе и нездоровом образе жизни. Нужно все менять, нужно браться за ум, заниматься своим здоровьем, высыпаться и правильно питаться, отказаться от курения, бросить пить, хотя бы на время, чтобы восстановить активность репродуктивной системы. Федор честно пытался. На диете продержался целых три дня, без алкоголя два, без курения меньше суток. — Если будет на то, божья воля, у нас и так все получится, — сказал он. Он прошел медикаментозное лечение, но, как и говорили доктора, это не поможет без правильного образа жизни. Марина опустила руки и смирилась с тем, что у нее никогда больше не будет детей. Переживать по этому поводу было некогда. Гриша добавлял проблем с каждым годом. Он часто дрался, на него постоянно жаловались воспитатели, потом учителя. К тринадцати годам он имел два задержания в полиции. Федор каждый раз решал эту проблему, но Гриша так ничему и не научился. Отец отказывался ругать сына, наказывать его. Марине приходилось быть строгой, и ребенок стал отдаляться от нее. В доме постоянно случались скандалы. Мать стала плохой для Гриши, она ругала, не понимала его, как он считал. А папа был хорошим. Он был очень занят, конечно, но ведь это для того, чтобы их обеспечивать. Он баловал сына и души, не чаял в нем. Пожалуй, для Федора он был единственной радостью в жизни. У Марины тоже началась депрессия. Она не была тяжелой, просто ей не хотелось ничего делать, не хотелось вставать с постели. Она потеряла аппетит, гастрит обострялся все чаще. Звонки из школы моментально вызывали перебои в сердце, а холодность и отстраненность Федора лишь усугубляли ситуацию. Ей захотелось развестись. Но она не решалась это сделать долгие месяцы. Мысль о разводе одновременно и пугала ее, и радовала. Все решил случай. Марина пришла на работу к мужу. Она не смогла дозвониться до него в выходной день, а почтальон принес письмо с пометкой «Срочно». Оно было от его деловых партнеров из Китая. Она решила, что нужно отвезти письмо, тем более, что ей самой захотелось прогуляться. Думала, что оставит его секретарша и ей не придется даже встречаться с Федей. Видеть его в последнее время было сомнительным удовольствием. Марина вошла в пустой офис. Выходной день, наверное, так и должно быть. Федор сказал, что у него запланировано несколько совещаний с партнерами. Она прошла к его кабинету и увидела, что секретаря нет на месте. Тогда она открыла дверь кабинета и нашла ее. Секретарша в красивом кружевном белье сидела на большом деревянном столе мужа, страстно обнимая его ногами за талию, а он стоял спиной к двери уже полураздетый. Увидев Марину, Федор испугался, спешно натянул штаны и выставил красивую секретаршу в полуголом виде из кабинета. Та и сама перепугалась, спешно собрала с пола свою одежду и выскочила. Видимо, подумала, что Марина устроит ей разнос, вырвет волосы. Но она лишь прерывисто вздохнула. «Я хочу развестись». Эти слова вырвались из ее легких и ей сразу же стало легче. По дороге домой она улыбалась. Все к лучшему. Она давно подозревала, что Федор ей изменяет. Наверное, эта секретарша даже не была первой в этом списке. Она спокойно приняла этот удар. Федор ничего ей не ответил тогда в кабинете. Он действительно растерялся. Дома Марина собрала свои вещи, дождалась сына из школы и сказала, что они переедут. Все эти годы Марина откладывала деньги как раз на такой случай. Она же знала, что в случае развода не получит ничего. — Переезжаем? — Зачем? — спрашивал Гриша. — Мы с твоим отцом разводимся. Вы будете видеться, сколько захотите. Я не стану препятствовать, но мы должны уехать. — Я не хочу уезжать. Это мой дом. Здесь есть бассейн. Я привык здесь жить. У меня друзья, школу, соседи. Ты не можешь всего этого лишить меня только потому, что решила уйти. Она была в шоке. — Что сказать сыну? — Он изменил мне. Я застала его сегодня секретаршей. Она выдала правду, рассчитывая, что разжалобит сына, поможет перетянуть его на свою сторону. Она не могла потерять его. — Это ваши дела. Я хочу остаться жить дома, в своей комнате. Гриша поднялся наверх и запер дверь. Вечером Федор вернулся домой с огромным букетом цветов. — Прости меня. Клянусь, этого больше не повторится, — сказал он. Марина не хотела скандалить. Все ее мысли были заняты лишь тем, как заставить сына поехать вместе с ней. — Федя, дело не только в твоей секретарше. Просто мы с тобой очень разные. Я шла за тебя замуж, думая, что смогу заставить себя полюбить. Я полюбила. И сейчас я люблю тебя. Но это не та любовь, которая удерживает людей вместе годами. У нас замечательный сын. И наш брак не был ошибкой. Но все заканчивается. Нам будет лучше жить отдельно. И нашему ребенку тоже будет от этого только лучше. Наши отношения давно закончились. Признай это. Федор не был готов к такому. Он действительно давно изменял. Но причина была не в том, что она ему наскучила. — Да что ты такое говоришь? Я ступился, ну со всеми может случиться. Я тебя люблю. Люблю, как и прежде. Неужели ты никогда не любила меня? Тогда зачем все это? Зачем ты пошла за меня замуж? Он был в шоке от ее откровения. Ведь его чувства к ней были настоящими. Ты не оступился. Ты изменяешь мне давно. Женщины чувствуют такое. Я не лезла проверять. Старалась не звонить тебе, когда ты, якобы, задерживался на работе. Но я все понимала. Мы вырастили сына, и это немало, согласись. Давай разойдемся без цен. По-хорошему. Прошу тебя. Федор выронил цветы из рук. Он был шокирован. Ты не любила меня? Ты никогда меня не любила? И была со мной просто из-за денег? Боже, что ты несешь? Конечно же, любила. Но иначе. Не так, как мне хотелось бы и как бы тебе этого хотелось. Дело же не в этом. Я давно хочу уйти, но боюсь об этом сказать. Это ведь не нормально бояться. Разве в нормальных отношениях так бывает? Я устала. Хочу быть свободной. Отпусти меня, прошу. Федор подошел к ней вплотную и заглянул в глаза. Он был в ярости. Нет. Ты моя. И всегда будешь моей. Поняла? Я поклялся, и я сдержу свое слово. Но и ты клялась тогда в ЗАГСе, что будешь со мной. И ты будешь. Поняла? А если решишь уйти, сына ты не увидишь. Никогда. Я сделаю так, что он будет тебя ненавидеть. Он и так устал от твоих вечных претензий. Так что, думай, родная, что тебе важнее, свобода или семья? Он вышел из комнаты. И он собирался напиться, но путь ему преградил Гриша. Сын услышал голоса и вышел из спальни. Это правда? Правда, что ты изменил маме? Спросил он. У Фиди были карие глаза. Большие и выразительные, точно как у Алексея. Он был смуглым, с длинной черной челкой, тонким носом и губами, как у матери. Правда. Но не вся правда. Ты далеко не все знаешь о своей матери. Он завел сына в комнату и вылил на него все. И то, что было, и то, чего не было. Сказал, что Марина никогда его не любила. Что она встречалась с другим, когда он был в нее влюблен. Сказал, что она холодная, а он из кожи вон лезет, чтобы сплотить семью. Она же хочет ее разрушить. Сказал, что Марина сама ему изменяет и, видимо, просто искала повод, чтобы уйти к любовнику. После разговора с сыном Федор опустошил только начатую литровую бутылку коньяка и заснул в кресле. Утром проснулся с жутким похмельем. Пить хотелось больше, чем дышать. Он осушил целый кувшин воды, что стояла у него в кабинете и тут же принял три таблетки против похмелья. Легче стало почти сразу. Он вздохнул, принял душ и привел себя в порядок. Затем вошел в комнату Марины. Ее вещей не было, постель застелена. Она ушла, оставив лишь записку. В ней Марина просила простить ее и отпустить их с Гришей. С Гришей? Как? Он поехал с ней? После всего, что я ему рассказал? Федор рванул в комнату сына. Она тоже была пуста. Он не понимал, как жене удалось склонить его на свою сторону после всего этого. Он был вне себя. Их телефоны молчали. Видимо, сменили номера. Федор искал ее больше недели. Он был в ярости. Когда приехал в школу, чтобы найти Гришу, выяснилось, что Марина его опередила всего на час. Забрала документы. Собственно, так он ее и отследил. Узнал, к какой школе прикреплен его сын. Оказалось, Марина собрала вещи и уехала с Гришей в дом матери, в деревню. К тому времени мама уже умерла. И теперь там жила ее сестра Ольга со своей дочерью. Гриша приехал к ним поздно вечером. Вошел в дом, его встретила Ольга. — Зачем приехал? — спросила она. Федор имел связи, был богат и знаменит. Но Ольга была таким человеком, которого волей-неволей побаиваешься. Хладнокровное и бесстрастное сознание медицины. Она видела смерть, спасала людей, лечила. Брала на себя ответственность за жизни других. Она так посмотрела на него, что Федя попятился назад. — Я приехал за сыном. Вы его тут силы удерживаете? — спросил он. — Никто его не удерживает. Дети остаются с матерью при разводе, если ты не в курсе. Зачем тебе Гриша? У тебя есть та твоя секретарша, которая на тебя ноги закидывает. Ты вообще не имеешь на него прав. Тут позади появилась Марина. — Хватит. Не надо. Она побоялась, что сейчас сестра расскажет ему правду о том, что Гриша, возможно, не сын ему. Гриша, Марина и Федор остались втроем. Они сидели в маленькой комнатке за деревянным столом и пили невкусный холодный чай. — Давайте решим сейчас все, — сказала Марина. — Мы с Гришей будем жить тут. Ты его можешь забирать, когда захочешь, учитывая школьное время, конечно. Учиться он будет в нашей школе. Хорошо? Федор не смотрел на нее. Он взял сына за руку. — Почему ты вообще уехал? Ты так был привязан к дому, к друзьям. Что ты забыл в этой дыре? — спросил его отец. Марина опустила голову. — Я нужен маме. Ты должен меня понять. Если она останется без тебя, то она не должна остаться совсем одна. Вы разводитесь? Окей. Но я принял решение остаться с ней. Не надо вымещать на мне свою злобу, хорошо? И не надо меня забирать ей назло. Федор был в шоке. Он проиграл по всем фронтам. Он ничего не сказал. Просто вышел. И не появлялся там больше трех месяцев. Все это время он вынашивал план. Думал, как отомстить Марине. Его чувства к ней все еще не угасли. А от любви до ненависти, как известно, всего один шаг. Жить в пустом доме было невыносимо. Для чего он вкалывал всю жизнь? Для кого заработал миллионы? Он чувствовал, что его все предали. И злился так, что у него начались проблемы с сердцем, как и у отца. Он получил свой первый микроинфаркт как раз в то время, когда Марина и Гриша его оставили. Выйдя из больницы, первым делом напился. Затем, протрезвев, принял решение. Он хотел действовать радикально. Марина устроилась работать в местный магазин, продавцом. Федор узнал это и приехал к ней поздно вечером. Он нашел владельца и сунул ему в карман связку красных купюр. Они поговорили и разъехались по разным сторонам. А через неделю в магазине провели ревизию и на Марину повесили огромную недостачу. Сумма была столь внушительная, что Марина даже не представляла, как можно было украсть такие деньги. Продажи шли вяло. У них не было такого оборота, отродясь. — Я не брала. Смотрите по камерам, — сказала она. — А камеры уже неделю не работают. Кто-то вывел их из строя, — заявил владелец магазина. Марина отказалась платить. Она ведь не брала ничего. Работала на совесть. И люди ее любили. Владелец подал в суд. Началось расследование. И вскоре нашлись и свидетели, которые видели, как Марина ночью выносила товар сумками. Нашли даже кое-что у нее в подвале. Она понять не могла, кто мог его туда положить. Судья вынес приговор. Она воровала и перепродавала. И вот попалась. Лишение свободы на четыре года. Марина потеряла сознание в зале суда. Гриша находился в зале вместе с тетей Олей. Однако, у порога его встретил Федор. — Садись в машину. Поедем домой. Никто не знает об этом позоре из твоих друзей. Благо, твоя мама решила воровать подальше от дома. Привыкла, видимо, к роскоши. Вот и стала таскать чужое, чтобы покупать себе все самое лучшее. Зря она. Ольга была против. Однако понимала, что прав на ребенка у нее нет. Он, по всем документам, сын Федора Николаева. Она отпустила его, и Гриша уехал к отцу. Там он вернулся к друзьям. Они всем говорили, что его мать уехала из страны к родственникам, а Гриша решил остаться с отцом. Федор официально оформил с ней развод, пока она была за решеткой. Чтобы отпраздновать свою личную победу, он сам приехал к ней с документами. — Твоего согласия не потребовали. Ты же судимая теперь, — сказал он, улыбаясь. Марина плакала днями и ночами. Скучала по сыну. Рыдала от обиды до потери сознания порой. Ее били сокамерницы, чтобы заткнулась. Отвозили в лазарет. Только ненадолго. — Как же ты мог так со мной поступить? Это ведь ты все подстроил. Ты, я знаю. Федор лишь улыбнулся. — Не вали с больной головы на здоровую. Я пришел сказать тебе, что Гриша хорошо учится. Ему пошло на пользу то, что тебя нет рядом. Он живет нормальной жизнью, и я уже начал вводить его в курс дела компании. Он не приедет к тебе. Ему стыдно, что его мать воровка-язычка. Марина снова заплакала. Она не понимала, как мог этот человек так с ней поступить. Ведь они столько лет вместе. В тот момент она едва не сказала ему о том, что Гриша не его сын. Но промолчала. Удержала язык, потому как понимала, что для мальчика это станет вторым ударом. Вернее, уже третьим. Сначала развод. Ему нелегко далось решение уехать с матерью. Но Гриша поступил как настоящий мужчина. Марина помнила, как вошла в его комнату и сказала, что уезжает из этого дома. Зашла, чтобы попрощаться и сказать, что любит и будет его навещать. А Гриша сказал, что не оставит ее одну. Собрал вещи и уехал. После этого его снова шокировала весть о том, что мать попала в тюрьму. Признана, на виновной воровстве. Он не знал, как будет смотреть в глаза людям, одноклассникам. Его бы наверняка начали дразнить в школе. Он боялся разлуки с мамой. Волновался за нее и не понимал, виновата она или нет. Ведь вещи из магазина нашли бы их доме. Если бы она сказала ему, что Гриша не его сын, кто знает, как бы поступил Федор. Что, если он отказался бы от чужого дитя? Грише пришлось бы вернуться к Ольге. Ходить в ту школу, где все знали, что Марина сидит в тюрьме. Она поняла, что опоздала. И винила в этом только себя. Открывать правду нужно было до свадьбы, тогда, но не теперь. Федор поступил гадко. Подло. Но он не заслужил узнать правду вот так, теперь. Марина осознала в тот момент, глядя ему в глаза, что никогда ему не скажет это. Это ее крест, и она будет нести его сама. Господь тебе судья. Это были ее последние слова Федору. Больше они не пересекались. Марина сидела в тюрьме все четыре года. Она дважды составляла прошение о досрочном освобождении и дважды оно было отклонено. Федор постарался. Ей сказали об этом прямо. Ты больше не пиши. Не выпустят тебя раньше положенного. Федя твой вообще судьей договаривался на семь. Но тот не смог. Не было оснований. При проверке его бы за это могли пожурить. А так, четыре года. Нормальный срок. Не так уж и долго. Выйдешь и начнешь все сначала. Многие великие люди сидели. Это не клеймо. Просто период такой. Его надо, милая, пережить, сказала ей надзирательница. Марина тогда успокоилась и решила покориться своей судьбе. Многое она пережила. Побои, издевательства, пневмонию, которая едва не закончилась для нее смертью. Врачи сказали, что ей осталось недолго и позвонили Федору. Тот сам не приехал, но позволил приехать Грише, проститься. Он был уверен, что Марина умрет, так сказал тюремный врач. Сын тогда навестил ее. И Марине это придало сил. Он плакал, просил, чтобы она не умирала. Говорил, что любят ее. Все же он был еще ребенком. Марина потеряла сознание. Его вывели. Но после этого она каким-то чудом пошла на поправку. Когда Марина вышла из тюрьмы, она пришла к сыну. Звонила в звонок на воротах полчаса. Гриша вышел к ней. Он так вырос, так возмужал за это время. — Папа сказал, что ты все наврала про свою болезнь, чтобы меня увидеть. Это правда? — спросил он в лоб. Ему было семнадцать. — Конечно же, нет. Я была при смерти. Ты меня видел. Вам же звонили врачи, разве они будут лгать? Она поняла, что Грише внушали, что мать плохая. Он не поверил ей тогда. Они сухо пообщались несколько минут, и Гриша ушел в дом. Ему нужно было готовиться к выпускным. Марина ушла. Она оставила ему свой сотовый номер. Но сын не звонил ей. Звонила она сама, раз в неделю. Между ними образовалась пропасть из времени и гадостей, что про нее наплел Федор. Она никогда не говорила сыну, что это он ее посадил. Дал взятку, оклеветал. Мать понимала, что Гриша не поверит ей и отдалится еще больше. Слишком много воды утекло за эти годы. Так что Марина стала жить своей жизнью. Устроилась на колбасный завод. Сняла небольшую квартирку рядом с работой. Завела кота. Жизнь шла своим чередом. Звонки Гриши стали все реже. Она поняла, что не нужна ему. И стала ждать, когда сам сын потянется к ней. И это случилось. Больше года назад он приехал к ней и познакомился со своей невестой. Марина много чего повидала в тюрьме. Научилась разбираться в людях. Ирина, девушка Грише, была безумно красива и хорошо это понимала. Марина встретила их, напоила чаем, показала детские снимки Грише. Они ушли. А после она позвонила сыну и сказала то, что думает. — Я не хотела говорить при Ирине. Сынок, это твоя жизнь и твой выбор. И я его приму, что бы ни случилось. Но я увидела, что твоя Ира тебя не любит. Она любит деньги твоего папы. Это мое материнское чутье. Знание жизни и людской натуры. Я должна была тебе это сказать, как мать. А ты уж решай сам. Гриша тогда рассердился. — Она со мной больше, чем ты. Она меня любит больше, чем ты. Это ты была с отцом из-за денег. Не суди по себе, мама. Я пришел к тебе, потому что решил наладить отношения, но вижу, что тебе это не нужно. Он бросил трубку, и они не общались несколько месяцев. Потом стали просто узнавать, как дела, как здоровье. По сути, стали чужими друг другу людьми. И вот теперь Марина узнала о смерти Федора. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Когда в цеху погас свет, Марина вышла из здания завода и зашагала по улице. Надо же, даже жаль его. Она ненавидела его так долго. А что ненавидеть? Оба дел наворотили. Оба были неправы. Теперь она понимала свои ошибки, но исправлять их было слишком поздно. Решила, что непременно придет проститься с ним. На следующий день, надев все черное, Марина отправилась на кладбище. Там в огромной толпе ее никто не узнавал. Пожилая мать Федора была единственной, кто ее заметил. Она рыдала на взрыд, а потом подошла к бывшей невестке. Ты была одна, кого он любил. Я знаю, что он сделал тебе. Знаю, что он тебя посадил, чтобы забрать Гришку. Хорошо, что ты пришла проститься. Ты была ему важнее других. И он сейчас видит тебя здесь и улыбается. Я уверена. Прости его, Мариночка, если сможешь. Как мать тебя прошу, прости моего сына за все. Анастасия Филипповна сильно постарела, осунулась. Руки ее дрожали. Она вцепилась в бывшую невестку, как в соломинку. Я не держу зла. Все прощаю. Пусть земля ему будет пухом. Марина тоже расплакалась. Анастасия Филипповна заставила Марину поехать с ними в кафе на поминки. Ты должна там быть. Ты была ему важнее, чем все эти люди вместе взятые. Все его коллеги прайдохи, которые пришли посмотреть, как моего Феденьку зароют в землю. Ты была единственной женщиной, которую он полюбил. И погубил. Ах, Мариночка, что с нами сделало время? Марина приехала в кафе в надежде, что увидит сына. Он был на другой машине вместе со своей невестой и даже не видел мать. У входа толпилось много народу. Огромное центральное кафе сняли на весь день, чтобы опомянуть безвременно ушедшего Федора Николаева. В стороне толпились бездомные. Ждали, видимо, что им вынесут то, что останется после гостей. Гриша видел мать, но долго к ней не подходил. Люди за огромным столом говорили добрые слова. Врали, конечно. Марина не нашла глазами ту секретаршу. Видимо, их отношения не продолжились. У него не было больше женщин. Когда-то ушла, он уволил ту секретаршу и больше никогда не ходил на свидание. Забыл о себе, стал больше пить. А болезнь сердца ведь передалась ему от Грише, моего мужа, по наследству. Он заболел, когда ты ушла. И все эти годы его состояние ухудшалось. Ты отсидела и вышла, а он умер. Марина не знала, как реагировать. Ей было неловко, было грустно. Ведь не только плохое между ними было, но и хорошее. Как бы она хотела наладить отношения с сыном. — Зачем ты здесь? — послышалось позади. Марина поняла, что это Гриша. Она обернулась и обняла сына. Он тоже ее обнял, но неохотно. Видимо, чтобы люди не подумали ничего, не осудили. — Я пришла проститься с твоим отцом. Твоя бабушка сказала, что я должна приехать на поминки. Это она меня привезла сюда. Я не собиралась. — Гриша вздохнул. — Не подумай, что я не рад. Сейчас вообще не до радости. Просто вы с отцом не ладили. Ты же его ненавидела. Я не понимаю, зачем ты пришла. — Я его не ненавидела. Ты знаешь только одну часть всей этой истории. Но есть и другая, поверь мне. Однажды мы обо всем поговорим, и ты поймешь меня. Вдруг она увидела знакомый силуэт среди бездомных, которым как раз выносили еду. Гриша распорядился, чтобы им всем упаковали хорошие порции, помянуть отца. — У тебя и среди бомжей есть знакомые, не только среди зэков? — спросил он, видя, как мать узнает одного из них. Его слова больно отозвались в ее душе. Она взглянула на сына с обидой. А он понял, что сказал лишнее. — Извини, не хотел обидеть. — Кого ты там все высматриваешь? — спросил Гриша. — Она и сама не понимала, лгут ли ей глаза, или она действительно видит среди бездомных Алексея. — Что он здесь делает? Разве он не должен быть сейчас среди больших столичных чиновников, протирать штаны где-нибудь в душном офисе. Она подошла ближе и увидела, как мужчина пытается прорваться сквозь толпу бродяг, а те его не пускают. В очередь, мол, ты тут не один. — Леша? — удивилась она. Алексей тоже опешил, не ожидав увидеть свою бывшую. — Прости, сейчас не время, — сказал он, когда ему наконец удалось вырваться из толпы бездомных. — Как ты здесь оказался? — не понимала Марина. Гриша в этот момент подошел к матери, решив понять, что она имеет общего с одним из бродяг. — А вот вы-то мне и нужны, Григорий Федорович. Вы арестованы. Он оказался вовсе не бомжом. Алексей достал из-за спины наручники и защелкнул их на запястьях у Гриши. — Что? Что вы делаете? — парень здорово перепугался. Ирина, его невеста, тут же пулей вылетела из здания. Гриша не понимал, что происходит. Марина заступилась, пыталась узнать, в чем дело и почему Алексей здесь, а не в Москве. Почему он арестовал ее сына на глазах у кучи народа прямо на поминках отца. — Я его мать, я поеду с вами, — заявила Марина. Алексей пожал плечами. — Хорошо, поедем. Ошарашенные гости остались в кафе, а Гриша с матерью отправились в участок. Марина хорошо помнила, как сама какое-то время находилась там, до того, как ее перевезли в колонию. Гришу закрыли в СИЗО, предъявив обвинение сразу по нескольким статьям. В основном, они были связаны с мошенничеством, вымогательством и взяточничеством. Его оставили под арестом, несмотря на протесты адвоката. — Вы должны выпустить его, мы заплатим любые деньги в качестве залога. Мой клиент не преступник, он не опасен, нет необходимости держать его за решеткой, — говорил его адвокат. — Не мне это решать, но я вам скажу по-дружески, ваш клиент сядет. И надолго. Делами его компании давно интересуются все госструктуры. Были и жалобы, и основания для ареста. Мы несколько лет держали его в разработке. Преступлений накопилось столько, что хватит почти на пожизненное. У нас есть снимки, есть видео, все отправится в суд. Марина была испугана. — Леш, я могу с тобой поговорить наедине? — Алексей забыл, что она была там же, у кабинета. — Только недолго. Я не знал, что Гриша твой сын. Давно не был в городе. Как ты поживаешь? — Как я поживаю? Мой сын только что похоронил отца, а ты надел на него наручники при всех. Зачем ты так? Алексей был таким же, как и тогда, двадцать лет назад. — Это моя работа. Я понятия не имел, что ты его мать. Тебя ведь лишили прав через суд. Ты сидела? — нахмурился он. Его брезгливое выражение лица вывело Марину из себя. — Я сидела. Отец Гриша посадил меня, чтобы забрать ребенка себе. Я хотела развестись и ушла от него. А он сделал так, чтобы я села. Доволен. И кстати, Гриша твой сын. Ты только что надел наручники на родного ребенка. А еще. Я мечтала сказать тебе все эти годы. Ты подлец. Бросил меня, а я ведь тебя любила. Марина отвесила большому начальнику звонкую пощечину. Благо, рядом никого не было. Никто не видел ее и не слышал ее слов, кроме Алексея. Он догнал ее уже на выходе. Грубо схватил за локоть, развернув к себе. — Ты серьезно говоришь? Он мой сын? Марина вздохнула. — Я почти уверен, что да. Я не делала тест. Ты оставил меня. Бросил. — Но я не знал про ребенка. Почему ты не сказала? Алексей был ошарашен новостью. — Я не нужна была тебе одна. А с ребенком? Конечно, ты бы меня на руках стал носить. У тебя была одна карьера на уме. Это ты не поленился приехать аж из самой Москвы, чтобы разорвать со мной отношения. Ты бросил меня. А я не обязана была бегать за тобой и умолять подумать еще, с учетом новых обстоятельств. Ты спал со мной и знал о возможных последствиях. Не маленький ведь был. Марина ушла, оставив Алексея на крыльце. На нем был мундир, были погоны. В ресторане он появился в гражданской одежде. Видимо, работал под прикрытием. Здесь же облачился в погоны. Показался бывший возлюбленный во всей красе. Он стоял на крыльце еще долго, пытаясь понять, что к чему. На следующий день Марина вышла на работу. Но ближе к обеду ее вызвал к себе начальник. — К тебе там пришли. Попросили забрать на сегодня. Из органов. Что натворила? — шепнул ей босс. — Ничего. Просто у сына проблемы. — ответила Марина, заранее зная, кого увидят в кабинете. Алексей забрал ее с работы. Она молча села в его машину, но он повез ее не в отдел. Вместо этого они приехали к зданию общежития. Теперь оно было заброшенным. — Зачем ты привез меня сюда? — спросила Марина, нарушив получасовую тишину. — Я должен объясниться перед тобой. Тогда, двадцать лет назад, мне предложили работу в правительстве. Я не могу сказать тебе подробнее. Больше пяти лет работал под прикрытием. Затем наш отдел перевели. Я был направлен в стандартное столичное подразделение. Получил новые звездочки на погонах. Я не мог бы совмещать отношения в работу тогда. Не мог бы говорить тебе, как прошел мой день, потому что эта информация не подлежала разглашению. Моя работа была связана с риском для жизни. Я хотел этого. Я подходил для такой службы. Это долг родине. Я сделал этот выбор, и мне пришлось оставить отношения с тобой в прошлом. Я был женат уже после и очень хотел детей, но супруга была против. Она хотела жить для себя, любимой. На этой почве мы и разошлись. Не понимаю этого. Последние несколько лет работаю по антикоррупционной программе. Разрабатываю мелких и крупных чиновников, обличаю, собираю данные. У меня есть доступ ко всей возможной информации. И этот ваш Николаев, ныне покойный, давно у нас в разработке. Там не только он, но и другие замешаны. Его партнер по бизнесу у нас под подозрением. А сейчас… А сейчас вся ответственность лежит на плечах Гриши. — И ты посадил парня? Он ведь не так давно работает в компании. Там все дела проворачивал его папаша, — возмутилась Марина. Алексей покачал головой. — К сожалению, есть документы, которые он подписывал лично. И есть несколько фотографий, где он дает взятки. Вчера, когда ты мне сказала, что Гриша мой сын, я чуть с ума не сошел. Сегодня утром у него взяли ДНК. Он ничего не знает. Я сказал, что это обычная процедура. Мазок на вирус. Я получил результаты. Он мой сын. Марина улыбнулась. Столько лет она хотела узнать правду. Я чувствовал, что он твой. В нем нет ничего от Федора. Алексей передал Марине документы и та стала смотреть фото. На одном из них была запечатлена Ирина. — А она что здесь делает? — удивилась Марина. — Это бывшая эскортница. Много раз светилась с партнером по бизнесу, Владом Ильиным. Его мы тоже арестуем. Но улики против него лишь косвенные. — Она встречается с Гришей. Он представил мне ее как свою невесту. — выдала Марина. Алексей поднял брови. — Выходит, она толкает его на преступление. Ильин, похоже, через нее хочет отнять у Гриши бизнес. Теперь, когда его отца не стало облапошить молодого и неопытного пацана, расплюнуть. — понял Алексей. Они проговорили еще час. Марина рассказала ему про себя, про то, как сложилась ее жизнь. Алексей тоже поделился своими переживаниями. — Казалось, что не было этих лет. Они, как и раньше, говорили взахлеб и никак не могли оторваться друг от друга. — Я знаю, что нам делать. Нужно поехать к этой Ирине и прижать ее к стенке, — сказала Марина. — Можно попробовать. Алексей и Марина сели в машину и поехали выручать сына. Они нашли Ирину, показали ей фотографии. Алексей заставил ее выдать все, что она знала про Ильина. Девушка испугалась, что ее посадят. Ради того, чтобы ее не тронули, она сдала своего подельника с потрохами. Оказалось, что это он заставил ее обхаживать Гришу. Раньше Ильин часто пользовался ее услугами, когда Ирина работала обыкновенной девочкой по вызову. Разговорившись с ней, понял, что эта девушка способна на большее и подключил ее к бизнесу. Ирина выдала все его грязные секреты и дала необходимые показания. Ее слова оправдывали Гришу, но не во всем. Прошла почти неделя. Прежде чем Алексей мог снять наручники сына. Марина приходила к нему в изолятор временного содержания каждый день. Она говорила с ним, рассказывала, как сидела сама. Рассказала и о том, что ее посадил в тюрьму Федор. Только Гриша ей не поверил. В день, когда сына выпустили, Алексей позвонил Марине и та приехала. – Ты должна сама ему сказать, а я буду рядом. Кстати, я нашел кое-что важное для тебя. Нашел факт взяточничества, с тебя снимут обвинения, а судья уволится по собственному желанию. Я мог бы его посадить, но тогда бы он не стал свидетельствовать в твою защиту. Ты будешь полностью оправдана. Владелец того магазина, где ты работала, уже готов сотрудничать. Марина обняла Алексея. Она не ожидала, что когда-либо с нее снимут это клеймо. Как ты смог это провернуть? – Работа в правительстве открывает почти нереальные возможности. Ты даже не представляешь, сколько там информации на каждого. В наше время секретов просто нет. – Алексей будет проходить по этому делу. Но я сделаю все, чтобы он не сел. Скорее всего, получит условку. Он под влиянием Федора и этой Ирины подписал много лишних бумаг. Это просто нельзя не брать в расчет. Они вместе вошли в камеру. И Алексей снял наручники с удивленного парня. Тот был подавлен. Почти не ел и не спал эту неделю. Алексей протянул ему руку. – Познакомься, это твой отец, – сказала Марина. Им предстоял долгий разговор. Они поехали на съемную квартиру Марины и проговорили там почти весь день, до темна. Гриша наконец понял, что его мама пострадала невинно. Алексей показал ему свидетельство, подтверждавшее, что ее осудили по просьбе Федора. Он расплакался, поняв, что много лет обижал мать, а она не была виновна. Сын посмотрел на все ее глазами и стал молить о прощении. А Марина просто была счастлива, что ребенок узнал правду, что он понял ее. Гриша был подавлен еще и тем, что его любимая женщина оказалась аферисткой, бывшей скортницей. Он долго не мог поверить, но факты были налицо. Записи с камер, ее признание, записанное на видео, и показания свидетелей. Когда Алексей уходил, Гриша подошел к нему и обнял. — Я горжусь, что я твой сын. Ты уберег меня от тюрьмы, от ошибок, которые я бы совершил под влиянием эры. Ты открыл мне глаза на то, кто моя невеста, и на то, как много зла я сделал своей матери. Я чувствую себя ужасным человеком. Но я надеюсь, ты останешься с нами. Алексея тронули слова Гриши. Он обнял сына. — Если твоя мама захочет, то я готов. Я не решился остаться с ней тогда, двадцать лет назад. Твоя жизнь была бы другой, если бы я не решил пойти служить в правительство. — Но ты же меня и спас. Благодаря тому, что пошел туда служить. Как ни крути, а твоя дорога ведет к ее крыльцу. — Мне кажется, она все еще тебя любит, — сказал Гриша. Алексей улыбнулся. — А я, пожалуй, останусь. Из другой комнаты вышла Марина. За окном давно стемнело. Выл пронизывающий осенний ветер. Капли дождя лупили в окно. — Все же решил переночевать тут? Правильно, не надо рисковать. Там дождь, холод. Сдался тебе этот отель, а я утром блинчиков напеку вам, — захлопотала Марина. Она постелила постель сыну и любимому мужчине. Гриша спал на кровати в ее комнате, а они с Алексеем устроились на диване. Других спальных мест в доме не было. — Знаешь, никогда бы не подумала, что буду лежать с тобой вот так, снова, — прошептала она, когда они уже погасили свет. Алексей вздохнул. — А я столько раз представлял себе, что встречу тебя и снова окажусь тебе нужен, полезен, хоть чем-то. Думал, что найду лучше, но не нашел и не полюбил больше никого. Начиная с того дня, эти трое больше не расставались. Алексей перевелся в их город, купил большой дом. Дом Федора остался Анастасии Филипповне. Узнав правду, она не стала осуждать Марину за ложь, лишь хотела, чтобы ее не забывали. И Марина с Гришей приезжают к ней каждые выходные, созваниваются. Иногда она гостит у них. Алексей и Марина расписались и стали мужем и женой официально. Они подумывают взять ребеночка из детского дома. А Гриша живет с ними. Он уже встречается с хорошей девушкой, в которую очень влюблен. Он продал компанию отца. А на эти деньги начал свой бизнес с нуля. Он основал охранную организацию и занимается теперь тем, что ему по душе. А Алексей ему в этом помогает. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго.